Всем привет! В эфире Бульвар. Меня зовут Дмитрий Мишаков и сегодня я буду гидом по самому зеленому фестивалю Юга Сибири. Считанные часы остаются до встречи нас с вами на большом городском пикнике. Суббота, зона отдыха с 12 и до позднего вечера. Что и кто нас ждет, расскажем и начнем прямо сейчас. Даже не надеетесь, что вам удастся безучастно пройти мимо игровых локаций. На зеленом вы обязательно найдете развлечение по душе. Хотите масштабно подурачиться и взбодриться? Идите прямиком к гигантскому твистеру. Хохот в раскоряку обеспечен. Хотите еще активнее? Поразите соперников в лазертаге. Любите умные игры, гигантские шашки или десятки настольных игр? Любите вещицы ручной работы? Не пройдите мимо сибирских рукодельников. На центральной аллее парка развернется целый хендмейд рынок. Дизайнерские украшения и аксессуары, изделия из кожи, вязаные игрушки и куча приятных мелочей для души и уюта. А сколько мастер-классов проведут умельцы? Берите с собой кошелек, чтобы не уйти с пустыми руками и искусственными локтями. На праздник живота идем в зону фудкорта. Ух, ребята, чего тут только нету. Изысканные ресторанные блюда, дразнящий запах жареных шашлыков, восточный плов, сытная солдатская каша, аппетитные блинчики и сладости. Рестораторы Абакана готовы удивить гостей фестивальным меню. А самым голодным и вместительным желудком самое место на чемпионате по поеданию бургеров. Скоростные бутеропоглощатели получат призы. Мечтаете почувствовать себя телезвездой? Или сделать селфи с ведущими Нотабены? Ищите у воды выездную студию ТВ-7. Следите за расписанием. Тут еще и школа журналистики откроется. А в промежутках умные люди научат психологическим трюкам и гармоничным отношениям. Живая музыка тоже будет. А рядом библиотека и мягкая уютная зона. Самая музыкальная тусовка в режиме нон-стоп стартует в полдень у главной сцены фестиваля от Радио Сибирь. Весь день напролет для вас будут петь и танцевать звезды Юга Сибири. В промежутках отвязные конкурсы и чемпионаты. Залпы тысячи красок каждый час. А вечером отрываемся под песней хедлайнера фестиваля «Певца Данте». Подробное расписание и карты фестиваля «Зеленый» смотрите на сайте ctv7.ru И сегодня у меня в гостях человек, который знает про «Зеленый» все. Ведь она его готовила и все еще продолжает это делать. На секундочку буквально к нам в студию вырвалась главный маркетолог медиагруппы Юг Сибири. Ульяна Кузочкина. Ульяна, привет! Привет, Дима! Здравствуй, присаживайся, отдохни немножко, ведь ты же все время сейчас в зоне отдыха. Рабочее и свободное проводишь. Есть свободное время? Да, есть свободное время. Я его провожу на лавочке в зоне отдыха в тени деревьев. Пока жду встречи между клиентами, между нашими площадками. Ну вот, по-моему, самый главный вопрос, который сейчас у всех в головах. Как с погодой на «Зеленом»? С погодой мы уже договорились. В прошлом году не совсем получилось это сделать. В этом году мы все мониторили. 10 лет «Яндекс.Погода» мониторила этот день, 10 июня. И только один раз в 2015 году был маленький дождь, утром прошел, а потом было все хорошо. Так что мы верим «Яндекс.Погода». Да, мы верим «Яндекс.Погоде». Мы верим предсказаниям людей, которые уже тоже на протяжении нескольких лет ведут отметочки о прогнозе погоды. Там тоже дождя нет, все хорошо, все будет классно, здорово, замечательно. Ну, то есть все. Солнце? Солнце. 29. 28. 28. Поэтому не то чтобы зонтики, нужно крем для загара брать. Крем для загара, веер, вода освежится. Ну, опять же, купальный сезон 10-го числа открывается, поэтому мы совмещаем приятное с полезным. Можно искупаться уже будет, все будет хорошо. Так, ну а какие главные фишки «Зеленого» в этом году? Ну, вот искусственный дождь у нас будет в этом году. То есть настоящего не будет, будет искусственный дождь, его будет организовать пожарная машина, настоящий пожарный, селфи с пожарными тоже можно будет сделать, примерить экипировку, поиграться с рукавами. Да, все это можно будет сделать. А еще площадки, которыми, наверное, я горжусь, да, хиты «Зеленого». Это площадка Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Ого-го-го! А что будет, что там будет? Вот наш друг и партнер Альфа-Банк является официальным спонсором чемпионата, и он устраивает такую футбольную активность. Там будет зона пробития пенальти, где можно будет попинать мяч в настоящие футбольные ворота, зарабатывать определенное количество очков и выиграть мяч Кубка Конфедерации FIFA 2017. Ну, это здорово, круто, да? Нет, но это еще не все. Самое главное, что там будет талисман Чемпионата мира 2018, официальный символ Забивака, с которым можно будет пообниматься. Это волчонок, который, да? Волчонок, да. Волчонок Забивака. Забивака приезжает в Абакан, круто. Да, с ним можно пообниматься, поцеловаться, поздороваться, сфотографироваться обязательно. Всегда мечтал поцеловать волка. Да, будет такая возможность, Дима, слава богу, дождался. Так, еще чего? Из ярких активностей, самое яркое, это, конечно, залпы тысячи красок. Традиционное действие на нашем фестивале, которое пройдет на главной сцене Радио Сибирь. Пять залпов мы планируем. Краски в этом году хватит всем. Мы ее закупили достаточное количество. Еще в прошлом году. Ага, скажи, пожалуйста, если я не хочу пачкаться в краске, меня не спачкать? Если ты не хочешь, нет. Фестиваль в этом году расширил свою территорию. 45 тысяч квадратных метров, 4,5 гектара. В прошлом году на секундочку было полтора. Ничего себе, в три раза? Да. То есть у нас есть две основные поляны, где будет базироваться одна относительно спокойная зона фестиваля, а вторая активная, игровая, с красками. Как раз-таки на залпы красочных залпов вы можете уходить в тихую, спокойную зону, в тени деревьев полежать, почитать книжку на траве, поиграть в настольные игры, позаниматься йогой и попасть в студию Нота Бен. Там она, кстати, будет располагаться. Ну, слушай, здорово. А скажи, пожалуйста, в прошлом году все заканчивалось дискотекой, в этом году, я так понимаю, заканчивается все выступлением звезды. Звезды. Какая звезда? Звезда Данте, московский исполнитель, самый популярный исполнитель на Радио Сибири. На протяжении трех лет он держится в первой тройке. Это вы мне поверьте, просто действительно, сейчас песня Данте занимает первое место в Чарт-сити Радио Сибирь. Да, причем две песни входят в топ-15 песен Радио Сибири по версии слушателей Радио. Полюбился Данте Абако. Да, полюбился. Да, тем более был он в декабре, мы его приглашали на закрытую вечеринку. А теперь открыто. А теперь открыто для всех, совершенно бесплатно. Это будет финальная часть, такая яркая точка нашего фестиваля. Ну, дискотека, конечно, тоже будет в рамках же выступления Данте. Можно танцевать. И, я так понимаю, покушать тоже можно будет спокойно. Покушать можно будет с самого утра с 12 часов дня и до 23 часов ночи до закрытия фестиваля. Будет работать зона фудкорта. Это еда разнообразная, на любой вкус, на любой кошелек, но все будет доступно по ценам. Это одно из правил, которого мы придерживаемся. Даже самые лучшие кафе города, рестораторы, их можно так назвать, делают цены приемлемые для населения. То есть каждый может попробовать то, что не может себе попробовать в обычной жизни. Ну, вот ты сказала сейчас про цены, но большинство площадок бесплатные. Большинство площадок бесплатные. Есть платные, это еда, конечно. Ну, еда всегда за деньги. Да, есть некоторые развлечения, которые будут за деньги, ну, для того, чтобы окупить материалы, которые затрачены для этих развлечений. Вот, ну, тоже можно понять, ребят. Но в целом мы стараемся, чтобы все было бесплатным, увлечь человека часа на два, на три, а то и больше, и обязательно вернуться вечером, чтобы еще бесплатно. А какие возрастные у нас в рамках нашего фестиваля? Ноль плюс. Можно приходить с маленькими ляльками. Им будет интересно? Им будет интересно. Их родителям будет интересно. У нас даже пройдет в рамках фестиваля чемпионат этапа России «Слингомама». Слингомама? Слингомама, да. Это мамочки, которые вот-вот готовы будут рожать уже, им предстоит носить в слинге или не в слинге своего чада. Ну, в общем, пройдут мастер-классы по слингам, пройдет дефиле слинговое. Детская площадка представлена разнообразными активностями. От площадки, на которой можно будет вообще на весь день оставить своего ребенка с 12 часов дня и до 8 часов вечера. Есть целая программа фестиваля, на нашем сайте она написана, на площадке уникального ребенка. С аниматором, с профессиональными педагогами можно оставить ребеночка, он там весь день будет проводить время, образовательные вещи, развлекательные вещи, площадки и так далее. Ну, то есть, я так понимаю, и дети, и мамы, и папы, и подруги. Подростки, а бабушки и дедушки? Бабушки и дедушки, что у нас любят читать, смотреть. Остаются дома или нет? Нет, у нас будет большой телевизор на фестивале «Зеленый». МЧС привозит машину, мобильный комплекс, на котором будут показываться ролики. Они, правда, вот профилактической направленности против пожарного, но тема актуальна у нас в Хакасе. Очень актуальна тема у нас. Да, поэтому можно будет посмотреть. Здесь же развернется библиотека под открытым небом с удобными. Хочешь, можешь лечь на коврик-каремат, хочешь, лечь на большой плед, будут кресла-мешки. Выбрать книжку по душе можно, можно прийти со своей книжкой, будет тоже комфортно, здорово, замечательно. Ну вот такой еще вопрос. Просто сейчас вот все активные жители города Абакана, активные жители республики Хакасе, вслед за губернатором региона, увлеклись фотографированием самого себя на фоне чего-либо. То есть будет удовлетворена эта потребность? Эта потребность будет удовлетворена в первую очередь, потому что «Зеленый» — это скопление всех лучших фотозон, которые есть в нашем городе. Каждый предприниматель, каждая площадка предполагает какую-то зону, где можно сфотографироваться, сделать селфи, либо сделать фотографию с каким-то персонажем. Будь то трансформер двухметровый робот, будь то забивака тот самый футбольный. Прокачаем в Инстаграме в этот день Абакан. Да. Хэштег «Зеленый Абакан». Одно слово. Хэштег «Зеленый Абакан». Без буквы «Ё». Без. Хорошо. А вот скажи, я пришел на «Зеленый», просто очень много всяких локаций, площадок, чтобы не запутаться мне в этом и поучаствовать во всем, что надо сделать. Навигация. А, вот. Да. Навигация будет представлена стрелки, которые будут вести в разные стороны, и на них указано время расписания работы. Будут большие баннеры, щиты, на которых тоже будет написано расписание работы, вещи, которые нужно обязательно посетить и сделать на фестивале. Плюс штаб фестиваля, где будут сотрудники медиагруппы «Юг-Сибири». У них будет карта путешествий по фестивалю, маршруты, так сказать, по фестивалю «Зеленый», раздатка с расписанием работы сцены, студии «ТВ-7». Также будут люди в футболках «Спроси меня про «Зеленый».» К ним всегда можно будет обратиться, и они расскажут, ответят на любой вопрос. Это же просто прекрасно. И, то есть, либретто может получить любой? Да. Все, Ульяна, я понимаю, что у тебя времени очень мало, не буду больше тебя отвлекать. Встретимся когда? 10 июня в 12 часов дня в зоне отдыха. Будет здорово. Вы слышали? 10 июня, это в субботу. В 12.00 начинаем. До встречи. Друзья, если бы даже я сильно захотел, мне не хватило бы эфирного времени рассказать обо всех локациях «Зеленого». Их под сотню. Все наши друзья и партнеры приготовили для вас свои фишки. Ми-ми-ми у нас тоже будет. Целый экзотерариум, где животных можно погладить и покормить. Целый кошкин дом, откуда можно забрать пушистого друга домой. Живые рогатые олени, очень северные, а еще пони. Кстати, приготовьтесь много фотографироваться. Генеральный спонсор фестиваля, магазин одежды «Сандра» сделает из вас русалку. А может быть русала. Смотрите. На фестивале «Зеленый» ищем фотолокации. На площадке генерального спонсора магазина «Сандра» подставляем лица в морскую тантаморезку. Дамам образ фигуристой русалки. Мужчинам – Нептун с мощным торсом. Для стиляк второй вариант. Тантаморезка, дама и машина. Эдакий стиль ретро. Будут и цветы. Точнее, платье из искусственных цветов. Это также фотозона. Надевать наряд на себя не придется. Просто встаем сзади манекена и вуаля! Вы в умопомрачительном платье. На площадке будет работать профессиональный фотограф. Снимок вы сможете получить на месте за отдельную плату. И даже это еще не все. Будут подарки. Для этого включаем смекалку, скорость и идем на конкурсы. Развлекать гостей будет Анастасия Сергеева. Ее звучный голос еще в 2015-м покорил Абакан. Ох, как она пела песни Аллегровой. Анастасия Сергеева на зеленом станет голосистым аниматором. Чтобы фотографии с конкурсов, да и самого фестиваля были на высшем уровне, стильные и красивые, не забываем принарядиться. Магазин женской одежды Сандра ждет прекрасных дам. Новое поступление летней коллекции – это гарантия вашего яркого образа. И это не только для худышек. В Сандре большой размерный ряд. Наряжаться идем в торговый центр «Арена Абакан» в Вяткино-20. Эх вы, жизни не нюхали. Утром покос, вечером надои. То корового опросица, то куры понеслись. Пашешь, пашешь, как трактор. А ежели дождь во время усушки, а? Ну, вспомнили, чьи это слова? Это же «бубльгум», то есть «кеша», «попугай». К чему я вспомнил знаменитого Пернатова? Да просто студия «Союзмультфильм» заявила, что через три года россияне снова увидят блудного попугая теперь уже на больших экранах. Новая анимация будет называться «Кеша на Таити». А еще отечественные мультипликаторы покажут и расскажут истории троих из Простоквашино и поведают новую историю про Малыша и Карлсона. Но это пока все только идеи. Так что смотрим, чем порадуют нас кинотеатры сегодня. Тихо. Откуда здесь египетский саркофаг? Неси ящик, погрузим его и увезем в исследовательский центр. Не знаю, делай, что хочешь, но связь с группой в катере и меня обеспечит. Так, что с археологами? В машине было двое. Водителя собирать только по частям. А пассажир? Вы не поверите. Как такое возможно? То есть, почему найдем ни одной церапины? Где он сейчас? Вы даже не представляете, какую силу пробудили к жизни. Слово из древнего Египта и имя ее Аманет. Аманет не остановится, пока не сделает этот мир своим. При жизни Аманет была дочерью фараона, и ей уготована роль царицы. Но жажда власти привела молодую владычицу на темную сторону. Ее похоронили заживо. А это что такое? Спустя 2000 лет власти случайно нашли ее гробницу. Это не гробница, а тюрьма. Проклятие мумий обрушивается на всех, кто причастен к обнаружению Аманет. В частности, на Ника Мортона. Это персонаж Тома Круза. Она со мной что-то сделала. Сама тьма выбрала вас. Новая мумия является ремейком фильма 99-го года. И есть даже похожие сцены. Вообще же, мумия образца этого года положит начало современной вселенной монстров кинокомпании Universal. Куда войдут такие иконы жанра ужасов, как мумия, Франкенштейн, Дракула, Оборотень, Человек-невидимка и создание из Черной лагуны. Подобно той, что существовало в 50-х годах прошлого столетия. Впрочем, и в этом фильме есть еще один персонаж. Доктор Генри Джекил. И его темная сущность Мистер Хайт. А исполнит роль двуликова Рассел Кроу. На этой неделе кинотеатры оказались во власти древнеегипетского зла. А до конца июня еще три недели. Так что знакомьтесь с будущими лидерами проката этого месяца. Рев моторов, полный стадион болельщиков и бешеная скорость. На гоночный трек, простите, на экраны возвращается... Тачки, часть 3. Стремительно ворвется в кинотеатры 15 июня. Главный герой – гоночный автомобиль «Молния Макуин». Все так же хорош на треке, пока не случается авария. Прости, но тебе придется забыть о гонках. Да еще и среди гоночных машин появляется высокотехнологичный соперник нового поколения. На полтора процента выше максимальная скорость. В общем, «Молнии Макуину» придется не сладко, чтобы вернуть себе титул чемпиона с помощью друзей и смекалки. У меня чуть сердце не остановилось. Спокойно, нас защитят. А защищать род человеческий призваны трансформеры. Пятый фильм саги о гигантских роботах. Противостояние автоботов и децептиконов продолжается. Но события принимают неожиданный оборот. Оптимус Прайм, главный автобот, оказался предателем. Прости меня. Это все можно объяснить одним очень важным моментом. Майкл Бэй, бессменный режиссер фильмов, покажет нам, откуда вообще появились трансформеры. Оптимус Прайм, ты уничтожил свой дом. Готов искупить свою вину? Я готов, создатель. В новом фильме, помимо предательства, нам покажут тайную историю совместного существования трансформеров и людей. Во времена короля Артура. А к Марку Уолбергу присоединился сэр Энтони Хопкинс. И бывшая самая одинокая собака в мире, Фрея. Хорошо, хорошо. Ты такая хорошая акция, да? В конце июня Грю вновь возьмется за злодейство. И напарник у него будет совсем неожиданный. Дрю, его брат-близнец. Что? Мой брат-близнец? Брат-близнец? Ты пруденц? Вот только отличают близнецов волосы. Кстати, пользователи в интернете увидели сходство нарисованных братьев с российскими звездами. Вместе братьям предстоит разобраться со злодеем, фанатом восьмидесятых. Бальтазар Брейк. Он украл самый большой алмаз в мире. Ну и, конечно же, куда без миньонов? Вот вы и познакомились с фильмами первого месяца лета. Выбирайте, смотрите, наслаждайтесь. А я скажу, как любимый персонаж фильмов моего детства, I'll Be Back. Узнать больше про зеленый можно на нашем сайте cityv7.ru. Увидимся 10 июня. Быть всем без опозданий. И еще, друзья, у нас тоже каникулы. Бульвар пошел в лето. Ах, лето, эх, лето, лето звонкое громче.